Шлях до финала для них был протяглым и непростым. Сначала каждой команде необходимо было выполнять 100 обовязковых заданий, потом пройти теоретический курс и подрактовать властную программу для творческого этапа. По форме проведения Олимпиада у нечем, нагадывая знакомитый клуб веселых и знаходливых, але усе номеры тут мают тематичный характер. Перед нынешним практическим туром показали очень хорошее знание в области теории, психологии, педагогики. Проходили тестирование на базе электронной платформы, нашего университета. И мы видели, что результаты очень серьёзные по теории, и надеюсь, что в практике они тоже покажут хороший результат. По одрознению от советских часов, коли психология хоть и не находилась под забороной, але особливого распрощадживания не имела, зараз гадая наука повучается во всех ВНУ, хутым леку техничного профиля. Усе мы сутыкаемся с життёвыми проблемами, але не кожный ведая, як их вырошить, односенны с членами семьи, упрационным коллективе и с непосредным керавницам у сёга эта сфера психологии. Видимо, это компенсируется прежнее недостаточное внимание к этой науке, и люди понимают, что большее внимание должно уделяться развитию именно личности. Вообще психология когда-то давно так она понимается и расшифруется как наука о душе. Как и кожная наука, психология постоянно развивается, причем не только намаганиями знакомитых учёных, але и молодых студентов. Терут у денег у сё летней олимпиады по основах педагогики и психологии, будучи наставники, инженеры и юристы, в каждой команде необходимо провести психологичную гульню, заснованную на життёвых ситуациях. У первой международной олимпиады по основам педагогики и психологии принимали удел 8 команд. У сё летней, четвёртой по леку, уже 21. Психология с науки для обранных перетворается у науку для усих, будет допомогая выражать проблемы, за якими человек сутыкается у реальном життёв. Сирот головных войнников олимпиад махчимость дальнейшей практичной реализации молодёжных инициатив. Только на кафедре социальной и педагогичной психологии Гомельского дежурного университета у Роспросовцев находятся одразу 12 проектов. Починаючи от юнгианской песочницы, это колец допомогой звучанного песку, проводится коррекция развития детей до адаптации иншаземцев до життя в белорусском громадстве. Мы занимаемся адаптацией первокурсников, а также адаптацией иностранных студентов к условиям обучения в университете. Помогаем инвегрироваться в наше белорусское сообщество, чтобы они быстрее начинали изучать язык и культуру, принимали это, не конфликтовали с представителями нашей культуры и могли показывать себя достойно раскрываться.